С коронавирусом справились еще 70 ставропольцев. Общее число выздоровевших превысило 189 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 21 заболевшие и не зарегистрировано ни одного летального исхода. Снизить риски заражения вирусом помогает меры профилактики и вакцинация. Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного экономического форума. Глава государства обозначил основные направления развития экономики в новых реалиях. Так президент анонсировал новую меру поддержки для населения – снижение ставки по льготной ипотеке до 7%. Программа продлится до конца года. Под 7% годовых льготные кредиты должны получать и производители в промышленных кластерах. Прошу правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Что здесь важно? Первое – финансирование. Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс сроком до 10 лет и поставки не более 7% в годовых рублях. Также Владимир Путин предложил отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса. В Ставропольском крае также расширяются возможности поддержки малого и среднего предпринимательства. Этому большое внимание уделяет губернатор Владимир Владимиров. В поселке Пятигорском в сентябре откроют новую точку роста. Образовательный центр оборудуют на базе 14-й школы. Учащиеся будут заниматься естественно научными направлениями, сообщили в региональном министерстве образования. Уже в августе завершат ремонт в помещениях и закупят оборудование. Запустят точку роста в рамках нацпроекта образования. В Станице Марьинской капитально ремонтируют водовод. Разводящую сеть ввели в эксплуатацию еще в 60-х годах. Объект износился и не отвечает необходимым требованиям, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Специалисты заменят свыше 15 километров труб на аварийных участках. Реконструкция пройдет в рамках краевой госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В Красногвардейском округе приступили к ремонту 10-километрового участка дороги Коммунар-Штурм. На отрезки уложат современное покрытие, приведут в порядок остановочные павильоны, укрепят обочины и установят знаки, сообщили в региональном Миндоре. Реконструкция пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируют в этом году.